Всем привет! В наших роликах мы обычно говорим о британском образовании. Какие школы бывают в королевстве, чем они отличаются и чем знамениты. Мы в Мариаде бесплатно помогаем с поступлением в британские заведения, организовываем экскурсии и, несомненно, планируем финансы. Но это не единственное направление нашей компании. Сегодня мы отправимся юго-восточнее Соединенного Королевства. В страну с самым высоким номинальным богатством и государством синоним слову качество. Напишите в комментариях, о чем вы подумали, о какой стране. Я все еще жду, можете продолжать писать. Ну, конечно же, это Швейцария. В этом приальпийском государстве нет единой системы среднего образования. В Швейцарии каждый из 26 кантонов сам определяет политическую и социальную повестку. Таким образом, можно сказать, что в Швейцарии сразу 26 систем образования. Это поистине уникальная альтернатива британским заведениям. Хотя бы потому, что большинство из них располагается вдоль Женевского озера вместе со знаменитой ривьерой. Здесь учатся много русскоязычных детей, в том числе и наши подопечные. Если бы вы хотели узнать подробнее о данном направлении, обязательно свяжитесь с нами. Контакты вы сможете найти в описании к этому ролику. В этом же ролике я расскажу вам о пяти самых престижных учебных заведений в Швейцарии. На их примере вы сможете познакомиться с ключевыми особенностями швейцарской системы образования. Ну что ж, начнем. Колледж Дулеман. Колледж Дулеман можно по праву считать одной из самых больших школ в стране. Созданная когда-то для детей дипломатов, которые эмигрировали в Женеву, сегодня она считается грандиозной даже по британским меркам. Это по-настоящему международное заведение. Здесь учатся более двух тысяч студентов. Они представляют 110 национальностей, ну а каждый год выпускники отправляются в 200 международных университетов. Помимо удивительнейших видов на Альпийские горы и Женевское озеро, колледж Дулеман отличает наличие семи учебных программ. Это такие программы как швейцарский аттестат зрелости, французский бакалавриат, британская международная программа IGCC, американские high school diploma и AP, международный бакалавриат IBDP, а также IBCP. Уместить все удивительные факты о данной школе в несколько предложений у меня, конечно же, не выйдет. Поэтому, если вы хотите поподробнее узнать об этой школе, обязательно посетите наш второй канал, который ведет директор компании Мариаде Адиль Ермеков. Также у нас есть отзыв самих учеников этой школы, обязательно посмотрите, это действительно очень интересно. Ссылочки я оставлю в описании к этому ролику. Ну, впрочем, как всегда. Ну что ж, теперь переходим к следующей школе в Швейцарии. Школа с удивительно красивым названием Эколь Нуэлле. Эколь Нуэлле, которая расположилась в олимпийской столице Лазанни, существует больше века. Это одна из старейших школ Швейцарии. В сравнении с колледжем Дулейман учеников здесь насчитывается гораздо меньше, около 600. С этой школой связано много интересных фактов. В свое время здесь учился Жак Пиккард, покоритель Марианской впадины, и дочь Чарли Чаплина Джеральдино. Швейцарская школа второй в мире начала предлагать международный бакалавриат IB, а ее название переводится как новое образование. Эколь Нуэлле фокусируется на создании подходящей среды и условий, чтобы каждый ребенок мог реализовать свою природную предрасположенность к любопытству. В основе обучения на равных правах лежат теория и практика. Именно поэтому в каждом классе учатся не больше 10 детей. Уже к пяти годам каждый учащийся данной школы в Швейцарии осваивает три языка — английский, французский и немецкий язык. А в качестве основных программ предлагают как международный IB, так и французский Матурайт. Кстати, на нашем втором канале есть видео об учебных программах Швейцарии. Ссылочки прикрепляю в описании к этому ролику. Ну что ж, на очереди одна из самых дорогих школ в системе среднего образования Швейцарии — Сейн Джорс Скул Монтре. Сейн Джорс Скул Монтре расположилась в курортном городе Кларенс, в котором в свои годы жили и творили такие знаменитые люди, как Чайковский, Стравинский, Руссо и Дэвид Боуи. Она позиционирует себя как первая частная школа Швейцарии и была основана выпускниками Оксфорда. Сегодня же это второе по стоимости учебные заведения в Швейцарии. Высокую цену оправдывает ультрасовременный кампус и возможность выбрать условия проживания. Ну и, несомненно, потрясающие академические показатели. Это достаточно строгое заведение. Обучение в этом заведении проходит на двух языках — это английский и французский. Среди учебных программ предлагается IGCC, международный бакалаврят IB, а также американская хайскул диплома. 100% выпускников Сейн Джорс Скул Монтре поступают в желаемые вузы. А в общей сумме за последние несколько лет это 127 направлений. Среди них в том числе и Оксфорд с Кембриджем и Лига Плюща. Кстати, друзья, у нас на канале есть отдельные видеоролики о престижных группах университетов Великобритании и не только. Что такое Расселл Групп и что такое Лига Плюща? Чем они отличаются и сложно ли туда вообще поступить? На нашем канале уже есть видеообзоры, поэтому обязательно переходите по ссылкам в описании и посмотрите. Ну а если вдруг вы в чем-то не разберетесь, помните, что вы всегда можете написать нам ссылочки на наши контакты будут также в описании. Наши консультации бесплатны. Ну что ж, теперь давайте перейдем к предпоследней школе нашего рейтинга. Бриландмен Интернешнл Скул. Обязательно посмотрите обзор этой школы на нашем втором канале. Бриландмен Интернешнл Скул кардинально отличается от всех тех школ, которые мы с вами сегодня уже разобрали. С 1882 года этой школой управляет уже пять поколений одной семьи. Поэтому неудивительно, что это учебное заведение в Швейцарии полная противоположность колледжа Дулиман или Эколь Нувелла. В очень уютной и такой антуражной школе учится чуть более 100 человек. На каждого преподавателя приходится по четыре ученика, только представьте, как это мало. При этом кампус данного учебного заведения занимает площадь 15 тысяч квадратных метров. Таким образом, Бриландмен Интернешнл Скул предлагает максимальный уровень внимания к детям. Созданные условия позволяют контролировать прогресс каждого ученика. Поэтому неудивительно, что 100% учеников поступают в университеты. Академический Бриландмен Интернешнл Скул отличает интеграцию в цифровое обучение, а также большое внимание практическим методам. Это первая швейцарская школа, которая вела робототехнику и программирование в качестве обязательного предмета. А в качестве учебных программ здесь представлены британские IGCC-левел, а также американская high school diploma. Ну что, друзья, вдохновились? Тогда наше последнее учебное заведение Швейцарии вас точно удивит. Институт Авдем Розенберг. Институт Авдем Розенберг – настоящий супергерой среди школ не только Швейцарии, но и всего мира. Это уникальное учебное заведение, которое владеет территорией в 100 тысяч квадратных метров. Только представьте, какая это территория. Ландшафтные сады, биологическая класс оранжерея, многомиллионная творческая лаборатория Creative Lab и даже собственная площадка для гольфа. Институт Авдем Розенберг обладает уникальным взглядом на то, как раскрывать потенциал своих подопечных. Программа Rosenberg IDP ставит своим ученикам долговременные и краткосрочные цели. Направление Artisans воскрешает отношения мастер-подмастерья эпохи Возрождения. Talent and Enrichment является продвинутой версией британского EPQ. Этот проект предлагает детям воплощать свои научные, творческие, инженерные и предпринимательские замыслы. Отличилось Институт Авдем Розенберг даже географически. Из окон школы открывается вид на Альтштайн и еще одну швейцарскую жемчужину Боденское озеро. Швейцарское образование является одним из самых дорогих, но и качественных в мире. Каждое заведение здесь поистине уникально, ну а условия учебы и проживания просто на высшем уровне. Друзья, обязательно пройдитесь по нашим плейлистам на канале StudyTube и канале Адиль Ермеков. У нас сотни роликов с самой различной тематики, форматов и направлений. Кроме того, не забывайте, что вы всегда можете узнать уникальную информацию из первых рук. Наши консультации абсолютно бесплатны и мы всегда рады поделиться тем, что знаем. Все, что вам нужно сделать, это найти контакты Мариаде чуть ниже в описании к этому ролику. На этом ролик подошел к концу. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok